Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале Готовим Счастье Дома! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом картофельных котлет с начинкой, которые готовятся очень быстро, но при этом получаются очень вкусными. Итак, для начала нам необходимо приготовить картофель. Предварительно очищенный картофель разрезаем на небольшие куски. Затем перекладываем наш нарезанный картофель в миску, которую можно ставить в микроволновую печь. Сверху наливаем немного воды и накрываем все это пищевой пленкой. Ставим в микроволновку на 5-7 минут. По истечении 5 минут советую вам проверить готовность картофеля. Если будет еще не готов, добавьте еще парочку минут. Пока наш картофель готовится, займемся начинкой. Мясо или колбасу для начинки можно использовать любую. Главное, чтобы оно не было жирным. Нарезаем наше мясо небольшими кубиками. Берем лук. Для такого количества, как я сегодня готовлю, половинки лука достаточно. И также ее нарезаем небольшим мелким кубиком. Перекладываем наше мясо и лук в отдельную миску. Добавляем кетчуп, либо томатный соус. Хорошо все перемешиваем. После того, как мы все смешали, добавляем немного натертого сыра. Отставляем пока нашу начинку в сторону. Тем временем наш картофель уже приготовился. Снимаем пленку с нашей миски. Это надо сделать очень аккуратно, так как будет выходить пар и можно немного обжечься. Если у вас осталась после приготовления картофеля в миске вода, то ее необходимо слить. Я налила мало воды, поэтому сливать ничего не нужно было. Разминаем наш картофель в пюре. Добавляем соль, специи и хорошо все перемешиваем. Также, чтобы картофель хорошо держался, вместо муки я добавляю немного крахмала. Наша основа для картофельных котлет готова. Теперь можно собирать наши котлеты. Берем небольшое количество пюре, скатываем в шарик. Затем разминаем небольшую лепешку. В центр выкладываем ложку нашей подготовленной начинки. Аккуратно защипываем края, формируя уже лепешку с начинкой внутри. Перекладываем наши заготовки на тарелку, застеленную пергаментом. Далее на разогретую с маслом сковороду выкладываем наши картофельные котлеты. Перед тем, как выложить на сковороду, я их еще панирую в сухарях. Готовятся такие котлеты очень быстро, поскольку все ингредиенты здесь уже готовые. То есть, достаточно только их подрумянить с двух сторон. Итак, наши картофельные котлеты готовы. Они получаются очень нежными и вкусными. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр! ПОДПИШИСЬ!